Всем привет! Меня просили сделать этот обзор, и я услышал. Обзор ремастер-версии Burnout Paradise, вышедшей в прошлом году на современных консолях и ПК. В сегодняшнем обзоре я попробую в первую очередь разобраться, почему именно эта часть стала последней в серии Burnout. Из 2008 года ничего полномасштабного мы не видим. Из немасштабных как бы была Burnout Crash на мобилках. Была в далеком начале этого десятилетия, а у нас тут как бы не за горами уже конец. К тому же этим обзором я могу напомнить фанатам Need for Speed о той игре, которую они возможно пропустили, но на базе которой Criterion Games спустя несколько лет сделали NFS Most Wanted 2012 года. Игра начинается с того, что ты новый гонщик в городе, тебе на руки выпадает дряхлый полуубитый маслкар, и твоя задача типична для аркадных гонок — стать лучшим гонщиком в городе. Для этого тебе нужно сесть за руль и, участвуя в городских мероприятиях, получить самую крутую безбашенную лицензию. И пока мы не начали, сразу скажу, что мало кто обращал внимания, но фишка водительских прав в том, что они датируются тем же числом, которое происходит в реальности. Как видишь, я свои первые права получил в 20-х числах октября, но этот обзор задержался из-за выхода других новинок. Фотку, если что, игра взяла из моего профиля в PlayStation, но при желании и наличии вебки можно либо сфотографироваться, либо немножко скреативить. Поскольку перед нами ремастер, начать стоит с тех улучшений, которые от этого ремастера ждали в первую очередь. И улучшения в графике заметны налицо. Убрали мыло в кадре, добавили сглаживание и подтянули разрешение. Теперь игра идёт стабильно в 1080p на обычных PlayStation 4 и Xbox One. Изменили контрастность картинки, теперь она более насыщенная, но при этом местами всё-таки смотрится вырвиглазно. На ПК все эти графические изыски можно нарастить с помощью внешних модификаций, поэтому порекомендовать ремастер стоит только владельцам нынешнего поколения консолей и тем, кто хочет получить больше машин и отдельный остров с мегапрыжками. Просто ради обновлённой графики брать его точно не стоит. Оригинал 2008 года в паре со SweetFX умудряется творить чудеса. Ну и раз я начал говорить об оригинальной игре, давай посмотрим, что там было такого особенного и почему именно эта часть удостоилась ремастера. В Burnout Paradise впервые в серии Burnout появился открытый мир со сменой времени суток. В этом мире есть свалки, это аналоги гаражей, где можно пересаживаться с одной машины на другую, а также байки, внедорожники и прочий бонусный контент. Есть заправочные станции, проезжая через которые полностью восстанавливается запас нитро. Также есть быстрые мастерские, которые моментально чинят твою машину. Есть салон покраски автомобилей, его предназначение, я думаю, ты и сам понимаешь. Ну и само собой главное, ради чего мы приехали в этот райский город, по всей территории постоянно проводятся гонки и всевозможные испытания, от соревнований по количеству уничтоженных машин, до сбора необходимого количества очков экстремальным вождением, включающим в себя прыжки на машине и всевозможные трюки. В самом городе тебе попадутся классические спринт-заезды, когда тебе нужно добраться из одной точки в другую любым удобным тебе способом. Эти гонки отмечены синими точками на радаре. Помимо гонок против толпы соперников, есть также спринт-заезды один на один с крайне опытным гонщиком. Победить такого будет очень непросто. Также есть режим побег. В этом режиме тебе нужно убежать от бесконечных машин соперников, которые хотят любым способом уничтожить твою тачку. Такие заезды отмечаются желтым цветом. Экстрим-гонки, отмеченные зеленым цветом, потребуют от игрока набрать нужное количество баллов за трюки и экстремальную езду. За выполнение серии трюков появляется множитель заработанных очков, а аварии сбрасывают уже заработанные очки в банк и обнуляют этот счетчик. Режим охотник, отмеченный красным цветом, похож на режим побег. Только теперь вы меняетесь с соперниками местами. Теперь уже твоя цель не убежать, а сломать необходимое количество машин соперников. Вот, в общем-то, и весь гоночный ассортимент, представленный в игре. Не густо, но довольно оригинально. Для некоторых типов заездов потребуется определенная машина или машина определенного класса. Гонщик, трюкач или агрессор. За прохождение таких заездов зачастую ты получаешь улучшенную версию своей тачки. А проходя гонки и получая новые водительские права, местный диджей будет тебе периодически оповещать о том, что где-то по городу катается экзотическая тачка, и если ты найдешь и разобьешь ее, то твоя коллекция пополнится еще одной машинкой. Пополнять автопарк нужно потому, что у всех машин в игре есть три параметра, и они очень важны. Это управляемость, ускорение и прочность. В зависимости от вида гонки тебе придется выбирать соответствующую машину, и с новыми машинами будет острее вставать следующий вопрос. Взять ли с собой быструю тачку, но которая развалится после нескольких неудачных аварий? Или взять неубиваемый танк и выполнить миссии с побегом, так как там важна не скорость, а прочность? Поскольку у нас полностью открытый мир, эта часть бюрнаут не будет ограничивать тебя рамками трассы, как это было в предыдущих частях. Тебе показывают старт и финиш, а как ты к нему доберешься решать только тебе? Сверху экрана показывается радар, повороты, название улицы. Игра иногда тебе подсвечивает ту улицу, на которую стоило бы свернуть. Но игра не заставляет тебя туда сворачивать. Добирайся любыми путями, любыми срезками, лишь бы быть первым. Так что хочешь не хочешь, а изучить внимательно город, научиться пользоваться трамплинами и срезками тебе придется. Потому как ближе к концу игры соперники сами начнут умело пользоваться и трамплинами, и срезками. И тогда уже простой ездой по дороге тебе за ними не угнаться. Бернаут парадайс абсолютно не приветствует образцовую езду. Наоборот. Только разбивая машины соперников и выполняя рискованную езду, ты накапливаешь счетчик нитро, который крайне необходим для победы. Соперники также в долгу не останутся и будут с радостью пытаться уничтожить твою машину и машины других соперников. Нередкими будут ситуации, когда машины впереди устроили дикую аварию, а тебе надо успеть объехать их и продолжить заезд. Со стороны смотрится это круто. Главная фишка всей серии Бернаут, а именно крутые зрелищные аварии, тут остались на месте. Традиционно можно замедлять время в момент аварии и наблюдать, как машина оставляет кусочки себя буквально от каждого приземления на асфальт. Любителям повыбивать ачивки здесь есть где разгуляться. Их раздают буквально за все. Разбил заграждение, держи ачивку. Разбил 10 заграждений, держи следующую. Разбил рекламный щит, держи ачивку. Разбил 3 щита, следующую. То же самое и с гонками и прочим, прочим, прочим. Дальше, конечно, понятное дело будет сложнее, но при желании и должном стремлении в самом начале игры можно выбивать ачивки с сериями. Многие могут придраться, типа, почему я так критикую сюжеты и реализм в серии Need for Speed и буквально умалчиваю об этом в сегодняшней игре на обзоре. Ну, так ответ крайне прост. Бернаут изначально была дикой нереалистичной аркадой. В ней всегда были запредельные скорости, разбивающие машины по ходу гонки, которые уже через секунду вновь были готовы к продолжению заезда. Иногда в игру встраивали даже еще более аркадные мини-игры, например, врежься на бешеной скорости в пробку, взорвись в ней, а игра посчитает, сколько машин ты покалечил. Бернаут никогда не была про сюжеты и реализм, поэтому и сейчас требовать от нее это бессмысленно. Могу ошибаться, но лично мое Ultimate издание на ПК 2008 года и обычное издание на Xbox 360 не были переозвучены на русский язык. Здесь с этим проблем нет. Игра полностью на русском, и теперь болтовня по радио будет чуть более информативной. Могу ошибаться снова, но, по-моему, в ремастере автопарк стал намного больше. Появились какие-то игрушечные тачки, классические машины, вроде копии DeLorean из фильма «Назад в будущее», который умеет летать, машины с особым видом ускорения, полицейские тачки и вездеходы и даже отдельный остров как раз для тачек по бездорожью. Новые машины вносят определенные нововведения в игровой процесс, некоторые из них сделают прохождение скоростной трассы легче, другие, наоборот, сложнее из-за своей практически полной неуправляемости во время ускорения. По-любому это вносит жесткий дисбаланс, поэтому рекомендую от себя начать пользоваться этими машинами во время получения последней водительской лицензии. Иначе есть риск того, что игра тебе быстро надоест и не захочется гонять на обычных тачках. Также есть DLC про байки, оно точно было в Ultimate издании, и оно включает в себя отдельную мини-компанию. Понятное дело, для водителей мотоциклов и машин разной лицензии, поэтому пройти одно вместо другого не выйдет. Гонки у мотоциклистов разделены на два вида, дневные и ночные. Есть гонки на время, есть гонки с соперниками. По итогу ты сможешь открыть еще два мотоцикла, иногда багует экран загрузки. Разброшенное тело с кишками на фонарных столбах после столкновений на таких скоростях понятное дело не покажут. Все-таки перед нами аркада. У байков нет азота, а раскрашивать их можно прямо на свалке. Ну, в общем, все. Больше об этом DLC сказать нечего. Второе важное дополнение, и по-моему оно эксклюзив для ремастер-версии, это большой остров с кучей трюковых мест. Вместо обычных прыжков тут уже мега-прыжки, а вместо обычных машин мощные внедорожники и своя лицензия. Побочные задания в игре сводятся к поиску заправок, которые ремонтируют твою тачку, сбитым заграждением, которыми отмечают срезки, сбитые рекламные щиты и супер-прыжки через огромные пропасти. Сколько из этих побочек сейчас есть в серии Need for Speed? Теперь ты знаешь, из какой игры это все пошло. Несмотря на всю крутость и безбашенность игры, она не лишена недостатков, и это касается и оригинала, и ремастер-версии. Первый минус – Burnout Paradise получилось слишком затянутой игрой, и в ремастере разработчики это никак не упразднили. Главная цель игры, как я уже говорил, это получение водительских лицензий. Проблема в том, что однообразие гонок зашкаливает уже в категории А, но дело в том, что эта лицензия не последняя. И вот для самой последней элитной лицензии нужно пройти практически половину игры заново. Дело в том, что после получения новой лицензии пройденные гонки обнуляются, и тебе их нужно проходить заново, или искать новые гонки по городу, которых довольно немного. Всего в игре примерно 20 маршрутов, плюс их реверс-копии. Что получается в итоге? Правильно, это гринд. Ты будешь перепроходить одни и те же состязания, в которых либо соперники будут агрессивнее, либо тебе надо будет собрать побольше очков. Приятно ли это? Не очень. И в общем-то приедается довольно быстро, поэтому пройти игру за пару вечеров в захлеб не выйдет. Быстро ты получишь только первые несколько лицензий, дальше необходимое количество побед возрастет до таких цифр, что ты просто будешь уставать от монотонных гонок. Так что я порекомендую не проходить игру как можно скорее, а лучше разбавить ее с какой-то другой игрой. То есть проходишь условный Call of Duty, тебе надоело, ты врубил бирнаут и покатался пару часиков. Ну, например. Второй минус. В ремастере появилась обязательная привязка к онлайну. Мало того, что твой игровой процесс может не сохраниться тупо из-за обрыва интернет-соединения, так ведь спустя некоторое время сервера рано или поздно закроются, что автоматически превратит купленную когда-то тобою игру в тыкву. Так что покупать игру и откладывать ее в дальний ящик не вариант. Для этого гораздо больше подходит оригинальная версия 2008 года. Третий минус. Внезапно. Я готов предъявить локализации. В целом она отличная, но почему название локации они решили оставить без перевода? Почему Джанк Ярд, а не Свалка? Почему Роуд, а не Дорога? Потому что так все называлось в оригинале? Ну, дело в том, что как бы тут несуществующий город. Обычные игроки не заметили бы подвоха, если бы Обсерватори обозвали тупо Обсерваторией. Вместо Джанк Ярда Свалка и так далее. То же касается и названий машин. Спасибо, хоть название улиц оставили без изменений, а не перевели этим долбаным транслитом. Китана Хайдро с кастом доставлено на Джанк Ярд. Причем локализаторы сами же загнали себя в яму, и им пришлось выкручиваться и добавлять отсебятины. Так что езжай на автосервис, по их нему он зовется Auto Repair Shot. Ближайший такой шоп находится на... Как будто мы русский мигрант, приехавший в Америку. Четвертый минус. Игре крайне не хватает быстрых перемещений в гараж, точнее на свалку. У нас тут как бы лютейшая аркада, но перемещаться по-быстрому в гараж почему-то нельзя. Учитывая, что гаражей во всем округе всего 5, придется тратить тучу времени тупо на то, чтобы доехать на свалку и пересесть в другую машину. Это вызывает отвращение, и ближе к концу игры начинаешь пользоваться следующим лайфхаком. Жмешь на паузу, выходишь в главное меню, и вновь заходишь в игру, и тебя телепортируют в гараж. Это самый быстрый способ. Минус. Сратый аудиодвижок. Некоторые машины с видом от первого лица настолько громкие, что там тупо не слышно радио. Следующие нюансы большинство из вас, скорее всего, не заметят, потому что на ПК и современных консолях из этой серии доступна только Paradise. А вот олдфаги серии, которые играли в первые части Burnout, сразу же отметили, что градус безбашенности здесь ниже. Практически полностью пропали мини-игры, а та оставшаяся срань с прыгающей машиной вообще не в счет. Да и саундтрек в целом стал менее драйвовым. И действительно, кто бы что ни говорил, в Burnout Paradise использовалась реально хорошая культовая музыка. Но согласись, под такое гонять на лютых скоростях, едва успевая уворачиваться, а скорее всего вообще врезаться во встречный трафик и нафиг разбить свою машину или машину соперника. Под некоторые песни это делать довольно проблематично. Но эта проблема была только в оригинале 2008 года. В ремастер добавили саундтреки из классических частей Burnout. Так что проблема частично решена. В целом к утренним и дневным поездкам у меня вопросов не возникает. А вот к ночным претензия имеется. Почему в городе ночью нет вообще никакого освещения на дороге? Реально, ночью проходить гоночные заезды бессмысленно, потому что ты тупо ничего не видишь на дороге. И ладно, загородные маршруты, там это хоть как-то объясняется, хотя по сути они еще более опасны без освещения. Но даже в городе, где стоят фонарные столбы, они не работают. В ремастере можно было бы этот момент исправить, не так ли? Но достаточно ли этих минусов для того, чтобы загубить репутацию всей серии? Абсолютно нет. Райский Burnout это прекрасная гоночная аркада, в которой даже сейчас играть по кайфу. И если ты начнешь свое знакомство с ремастера, то многие косяки, о которых я только что говорил, ты скорее всего даже не заметишь. Потому что в целом игра-то годная. Так почему же не было реально крутых полноценных продолжений? По-моему все оказалось просто и цинично. Electronic Arts. Когда популярность безбашенных аркадных гонок начала спадать, Criterion Games позаимствовала у Need for Speed открытый мир и попыталась сделать гонки чуть более осмысленными. Следом, увидев успехи Criterion Games, Electronic Arts доверяет им перезапуск Need for Speed «Горячая погоня» 2010 года. Перезапуск заходит по продажам намного лучше Burnout. Игроки от такой Need for Speed остаются в полнейшем восторге, и спустя пару лет Electronic Arts доверяет им перезапустить самую успешную Need for Speed за все время существования серии. Это Most Wanted. Criterion хоть поначалу и попытались реанимировать классику. Недавно слитый в сеть прототип игры это показывает. Но в итоге сделали по сути Burnout Paradise только с полицейскими и лицензированными тачками. Фанаты Burnout такую щедрость не оценили, а фанаты Need for Speed не поняли, за что так надругались над классикой. В итоге, даже несмотря на положительные отзывы прессы и негативные отзывы фанатов, Electronic Arts вспомнила, что давным-давно Criterion Games уже отличились единственным в своей практике шутером от первого лица. Black. И теперь сотрудники Criterion помогают DICE в работе над новыми частями Battlefield и Звездными войнами Battlefront. Основатели Criterion, к слову, больше в ней не работают, а часть коллектива, пожелавшая продолжать работу над гонками, перешла в Ghost Games и сейчас сделает новую часть Need for Speed. И на этом моменте я мог бы остановиться, но, может быть, еще не все потеряно. И виной тому ремастер той самой игры, которую я сегодня выбрал для обзора. Ведь этот ремастер вышел буквально в 2018 году, спустя десятилетнее затишье. И если он покажет заинтересованность игроков, то у нас есть все шансы увидеть продолжение. Такие ремастеры, тем более Electronic Arts просто так не делает. На что я и буду надеяться. Ну а ты, как всегда, можешь поставить свой лойс, подписаться на канал и написать в комментариях свое мнение об игре. Самые клевые комментарии, как обычно, не останутся без внимания. Всем спасибо, всем пока.